Мировой порядок Это не то, чтобы речь шла о том, как распределяются доходы Или сколько процентов мировых богатств сосредоточено в руках одного процента Или сколько миллиардов людей недополучают калории, голодают Это все частные моменты Главный момент, то, что делает этот мировой порядок им самим, систему системой Это, конечно, фундаментальное зло Которое проецируется в его лице на землю Было ли иное время? Было ли замечательное время, золотой век, когда мировой порядок был благом? Когда на деревьях росли булки? Когда люди обменивались мысленно цветами? Ну или еще какие-то такие вот другие наивные формы позитива, райской жизни Которые могут предстать в качестве образа современному обывателю Нет, такого времени не было Мировой порядок был всегда Он всегда был злом Потому что он является проекцией великого существа на землю Мировой порядок – это бытие великого существа в форме коллективного человечества Даже не коллективного человечества, а того, что мы называем общества То есть инверсии человека, колоссальной тенью от человека Тем состоянием глобальным и всяхватывающим Когда, собственно, человек снят, а над ним, вокруг него торжествует его колоссальная тень Которая его всосала, которая им управляет Которая является главной и единственной реальностью Конечно, между древним состоянием мирового порядка и сегодняшним Определенная разница есть Когда-то общество было защитой для человека Близне всего от враждебной следы Когда-то человек взывал к обществу, к его верхушке, к жрецам Чтобы они вмешались в его интересах В дела, которые идут на небе, в решении, принимаемые Олимпом Чтобы изменилась погода, чтобы были дожди, чтобы поднимались хлеба Чтобы тучнились стада Чтобы не было града, не было бы вулканов и так далее, и так далее И социум в те времена был посредником между человеком и внешней реальностью Он был как бы коконом, который его защищал от жара, от зноя, от града, от холода Но и тогда он был злом Потому что и тогда это была ложная, неподлинная реальность В которой человеческий фактор отчуждался Превращался в некую противоположность человеческому В обстрагированное Воплощавшийся в лице, ну то, что известно из Корана и Библии Наиболее характерная фигура, доминировавшая над человеческими душами Фараон Или кесарь Фараон в Коране говорит своему народу Я ваш Верховный Господь Имею в виду непереносный смысл Я ваш господин Я ваш хозяин А имею в виду то, что он, фараон, является Богом Здесь и теперь на земле Кесарь тоже считал себя Богом Это возможно только тогда Когда все люди совокупно отдали свое человеческое содержание Фараону, который его обобщил, реализовал и притворил его В здесь и теперь существующий им моментный То есть присущий этой реальности Абсолют Фараонов, на первый взгляд, сегодня нет Есть коллективный фараон А уровень отчуждения На самом деле неизмеримо выше Потому что между современным человеком Как он чувствует себя в недрах собственного жилища В своей квартирке В своей дачке И теми матрицами, которыми проштампована его психика И его сознание С самого начала его жизни С колыбели, через детский сад, через школу Через бесчисленные социальные сети и связи Вообще нет никакого зазора Современный человек В отличие от человека, который ходил по земле Две, три тысячи лет назад Тысячу лет назад Пятьсот лет назад Современный человек Это ходячая матрица Он является просто Физически воплощенной Биологически реализованной Манифестацией того Что социум нарисовал В качестве Нужного ему человека Отчуждение произошло Практически полностью Но, тем не менее Не закрыта Эта щель до конца Есть, как я сказал Только что люди, которые Не верят В социум Вот Допустим Происходит Инфляция Деньги Дешевеют В принципе Все деньги Во всех странах Каждый день Дешевеют Всегда Что это означает Деньги Это знаки Которые представляют собой Концентрированное Выражение Доверия людей К существующей Системе Если сегодня Допустим Некая единица Условно говоря Динар Может купить Килограмм хлеба А завтра За тот же Килограмм хлеба Продавец Просит Динар Динар И допустим Десять Десять Центов Десять Курушек То это Не потому Что хлеб Стал Каким-то Другим За ночь А потому Что в течение Суток Этот продавец Этот хозяин Хлеба Почувствовал Возросшее Недоверие К этому Динару А динар Это Воплощение Власти Динар Это Концентрированный Это концентрированное Выражение Властного Авторитета И если Деньги Дешевеют А они Дешевеют Всегда Значит Непрерывно Идет Коррозия Этого Авторитета Значит Непрерывно Идет Возрастание Недоверия Ну конечно От недоверия Обывателя Который Хочет Получить Чуть Больше За свой Товар И Подлинным Неприятием Громадная Разница Громадная Пропасть Люди Кондиционированы То есть Определены Проштампованы Матрицей Которая Накладывается На них С момента Рождения Но Всегда Было Так Что У народа Существовало Две Грамоты Одна Грамота Официальная Та Которая Давалась Властями Сверху А другая Тайна Которая Была Дискурсом Низа В котором Проявлялось Его собственное Нетождественное Официальному Мировидение Ну например В античности Когда Официально Говорили Об Олимпийских Богах Или например Доминировал Скепсис Или Стоическая Философия Тайным Дискурсом Было Христианство Которое Распространялось В тайных Посланиях В тайных Писаниях И если Вся Античность Говорила По-латыни То языком Тайной Грамоты Был Греческий Как Альтернативный Как Язык Другого Альтернативного Бросающего Вызов Сознания Так Было Всегда И Всюду И в России Например Когда Наступили Реформы Никона Тайным Языком И тайным Сознанием Стало Старообрядчество А в советское Время Тайная Грамота Это была Диссидентская Самоизнатская Литература У Тайной Грамоты Есть Всегда Свой Отдельный Язык Греческий В античности Или Например Английский Язык Либералов Демократов В полуподполье Диссидентство Советской Эпохи Но Последнее Время Власть Нашла Способ Бороться С тайной Грамотой Она Создала Интернет Который Представляет С собой Симулякром Представляет С собой Симулякром Тайной Грамоты И Сознания Низов Как бы Оппозиционный Свободный Язык Только Он Не Тайный Он Просто Якобы Существует Спонтанно Свободно И делается Всеми Он Как бы Существует Вне Официального Поля Но В нем Нет Ничего Тайного В нем Есть Свой Язык Но Это Язык Полуматерный Из Заведомо Искаженной Орфографии Язык Форумов В нем Есть Свой Дискурс Другой Элемент Необходимый Для Грамоты Но Это Ложь И Исковерканная Информация Допустим Википедии В нем Есть Свои Герои Но Вместо Тайных Авторов Подобных Диссидентским Писателем Или Писателем Религиозным Подполье Времен Античности Герои Интернета Это Блогеры И Массовый Интернет Это Убийство Независимого Альтернативного Сознания Потому что Оно Разлагается Вот в этой Фальсификации В этом Болоте Неопределенности В этом Болоте Симуляторов Это Мощнейшее Оружие Власти Против Тайной Грамоты Которая Всегда Была Угрозой Но На самом деле Не все так плохо Потому что Посреди этой Цивилизации Антикниги Которая Восторжествовала Во всем мире Есть Цивилизация Цивилизация Книги Священного Писания Данного В Откровении Священного Корана Эта Цивилизация Книги Есть Камень Преткновения Для Системы Которая Казалось бы Уже Затопила Все Извилины Мозга Своей Промывочной Жидкостью Те Кто Принадлежит Цивилизации Книги Они Не Воспринимают Обработку Обручивающуюся На них С утра До вечера Из экранов И из радиоприемников Они Отсеивают Всю ту шелуху И чушь Которая Льется В интернете Потому что У них есть Яколь Внутренний Яколь У них Есть Точка Опоры И она Утверждает Абсолютную Альтернативу Матрице Как матрице Частной Матрице Конкретной Цивилизации Ну например Китайской Или Индийской Так и матрице Глобальной Которая В свою очередь Отменяет Китайскую Индийскую Цивилизацию Заменяя Все это Болотом Псевдо Цивилизации Но цивилизация Книги Противостоит И традиционным Цивилизациям И глобальной Либеральной Цивилизации Одинаково Те Те кто стоят На платформе Откровения Дискурса Текста Те Не поддаются Ни Нью Эйджу Ни Соблазнам Язычества Или Неоязычества Ни Либеральному Скепсису Ни Постмодерну Они Интактны Они Неуязвимы Конечно Человек слаб И все это Частично Где-то Кто-то Подвергся Немного Сверху Коррозии Покрылся Легкой Ржавчиной Не все Блестят Как мрамор Или как Начищенное Синедро Но в целом Если учесть Что цивилизация Книги Охватывает Каждого Четвертого Живущего На земле Это Очень Серьезный Вызов Глобальной Системе А Собственно Говоря Какие Отношения У глобальной Системы С частными Конкретными Цивилизациями Той же Китайской Той же Индийской Они же Тоже Опираются На Тексты Они же Тоже Имеют Какие-то Книги Какие-то Писания Книгу Перемен Веды Пхагават Гиту И так Далее Глобальная Цивилизация В принципе Она Как бы Не против Этих Текстов Она Даже Предлагает Их Изучать В порядке Культурных Феноменов Но Сущность Глобальной Цивилизации В том Что Она Проводит Магическую Операцию Обесценивания Этих Текстов Эти Тексты В своем Прочтении Становятся Просто Феноменом Обычного Слова Исторического Слова Когда-то Сказанного Слова Оно Лихается Непосредственной Действенности Это Больше Не Текст Который Определяет Ориентацию Души Это Текст Который Можно Комментировать Который Можно Цитировать Который Можно Разбавлять Другими Цитатами То есть Это Постмодернистская Фальсификация Единственный Текст Который Не Может Быть Подвергнут Фальсификации Это Текст Откровения Прямого Откровения Потому Что Ресурсов У системы Для того Чтобы Замахнуться На этот Текст Нет 14 Веков Этот Текст Грызут 14 Веков Пытаются Его Каким-то Образом Переиначить Но Поскольку Священный Коран Дан Раз и Навсегда В своем Откровении И зафиксирован До последней Точки Не Получается Изменить Бог И Тогда Есть Попытки Изменить Понимание Того языка На котором Он написан Сегодняшний Арабский Язык Это не тот Язык Вернее Это те же Слова Это та же Грамматика Но В тонких Нюансах Это Не совсем То Понимание Слов Которое Было 14 Веков Назад Назад Буква В смысле Они Продвигаются Гораздо Дальше Его Носителей Потому что Носитель Как всем нам Известно Принимает Свой язык Как нечто Должное Автоматически И к сожалению Считает Что ему Нечего Открыть На одном Языке Потому что Он там И так Все знает А это Огромная Ошибка Как правило Носитель Может попасть В очень Большую Смысловую Ловушку Со своим Собственным Одным Языком Но Главное Не в этом Главное В том Что Современная Цивилизация Глобальная Цивилизация В кризисе Именно Потому Что Есть Те Кто Ее Не Принимают Есть Те Кто Ориентируются На Абсолютную Альтернативу Переживают Свой Религиозный Опыт Как Оппозицию Сущему Это Конечно Для Мировой Системы Страшно Она Не Хочет Чтобы Эта Позиция Увлекла Колоссальные Массы Которые Она Контролирует Ну Так Называемого Золотого Миллиарда Десятки И сотни Миллионов Людей В Европе В Америке Ну Собственно Говоря Удивительным Образом Но И Очень Многие Люди В третьем Мире Тоже Как будто Находятся В каком-то Зомбированном Сне И Тоже Чего-то Ожидают От системы Как от Благо Ведь Нужно Понять Следующее Мировая Система Она Сожрала Небо И Сожрала Землю Это значит Что Когда-то Бывший Олимп Он Перешел Внутрь Социума Теперь Папа Римский Который На площади Раз в год Появляется Перед Паломниками И Поднимает Руку В белом Помывает Ею И Благословляет Миллион Паломников Это Верхушка Социальной Пирамиды Которая Находится Здесь И теперь Которая Полностью Определяет Образ Добра Для этих Людей Это Внутри Это Здесь Это Больше Не Наместник Петра Который В свою очередь Является Ключерем Уполномоченным Иисусом Нет Это Старик Который Определяет Что такое Хорошо И что такое Блох А что Такое Сегодня Природа Это Просто Понятие Из Науки Экологии Это Просто Один Из Экологических Терминов Природа И Небо Они Одинаково Поглощены Социумом Социальное Бытие Тотальное Люди Сегодня Верят И поклоняются Не Всевышнему Творцу А Социуму Как Предельному Абсолюту Как Предельному Божеству Который Их Создал И в самом деле Если они Представляют собой Ходячую Матрицу И в них Нет Ничего Кроме того Что заложено Социумом То в каком-то Смысле Можно говорить О том Что этот Социум Является Их Творцом Но Тем не менее Низы Остаются Низами А верхи Верхами И это Огромная Масса Людей Которые Медополучают У Которые Отчуждают Не Прибавочный Продукт Как говорили Марксисты Не Какие-то Часы Потраченные На Выработку Какого-то Продукта Да Большинство Людей Которые Сегодня Бродят По Мегаполису Ничего Не Производят И Никакое Свое Время Они Не тратят Ни на Какого Производства А наоборот Находятся На Социальной Дотации И Дают Работу Массу Чиновников Которые Заняты Поддержанием Порядков Среди Этих Мегаполисной Пыли Этих Изгоев Но Отчуждают У них Их Время Их Человеческая Энергию Их Соки Их Кровь Они Платят Собой Платят Своим Естеством За Поддержание Этого Монстра Глобального Социума И Конечно же Как бы Их Не Зомбировали Они Все равно Чувствуют Несправедливость Как главный Принцип Существования Вот Почему Были Есть И Будут Те Кто Вопреки Всякой Промывке Мозгов Будет Убегать Из дома И присоединяться К тем Структурам Которые Бросают Вызов Этой Системе Поэтому Кризис Идет Он Выражается В растущем Недоверии К ценным Бумагам К валютам К обозначенным Ценностям К обозначенным Перспективам К идее Того Что завтра У Семьи Будет Вместо Одной Две Машины А дети Будут учиться В колледже А дом Будет Больше На три Или две Комнаты Что они Переедут Из этого Коттеджа В другой Недоверие К этому Растет На краях А В самом Центре Начинает Разгораться Пламя И Парадокс В том Что Россия Находится В Вангарде Вот Этого Процесса Недоверия К системе Такая Магическая Земля Такое Особое Свойство Территории От Балтики До Сахалина Что здесь Люди Иногда Может быть Цинично Иногда Вызывающе Но Хихикают По поводу Мировых Ценностей Мировых Стандартов Они В них Не веют Вспомним Человека Из-под Полья Они Хотят По своей Воле Пожить И Время От Времени Недоверие Людей За пределами России Совпадает С желанием Тех Кто живет Здесь Пожить По своей Воле И Вот Тогда Колоссальная Буря Сотрясает Этот Мир К сожалению До сих пор Она Не достигала Той амплитуды Чтобы Южный полюс Стал Северным А северный Южным Но Возможно В следующий раз Повезет Спасибо Если Есть Вопросы Задавайте Здравствуйте Меня зовут Александр Я хотел Задать Следующий Вопрос Вы Говорили О методетике Два Мирового Миропорядка Но Мировой Порядок Он Основ Мы Смешим На Представление Берем На Либерализме Демократии Я так Я так Я так Надеюсь Вам Слово Либерализм Демократии Возможно Возможно Откречивается От Методетики Как раз Анализ Где Говорит О методетике Как Откречивается Который Идет От Платон И Присыл Поставлять От Смешно Вот У меня Вопрос И Второй Вопрос Это Применять Понятие Дискурс Коран Насколько Это вообще Применимо Потому Что Дискурс Это Во-первых Постно-итерническое Понятие И во-вторых Коран Как Дискурс Религия Откровение В мировом масштабе Только в 1945 Году И Штабом Либерализма Являются Соединенные Штаты И Либерализм Представляет Собой Сегодня Правда Мажоритарную Группу Акционеров Мирового Социума Если брать Мировой Социум Как Некую Компанию Акционерную Акционерное Общество То Да Это Группа Мажоритариев Первого Порядка Оттеснившего На второй план Мажоритариев Второго Порядка Который До Первой Мировой Войны Были Единственными Держателями Главного Пакета Но это Не значит Что Либералы Одни И что Их Воззрение На метафизику В чем-то Релевант Их Позиция Такая Что Одного Живем Что Мир Это То Что Здесь Что Материальные Блага Их Потребление Это Единственное Что Ценно И что Идет В расчет Что Гедонизм Это Диктат Натуры А тот Кто Попробует Оспорить Что Мы Сидим В хорошем Месте Пьем Хороший Кофе Курим Хорошие Сигары И скажет Нам Что Это Несправедливо Мы Их Того Порвем Но Есть Другие Клубы Которые Исходят Из Других Установок Например Традиционалисты Которые До Четырнадцатого Года Были Главным Клубом Они Никуда Не ушли Они Правда Потеснены Главное Мировоззрение Это Символизм Реальности То Что Здесь Это Знак Того Что Там То Что Внизу То Вверху Мы Живем В мире Символов С точки Звения Традиционалистов Есть Радикальный Клуб Который Считает Что Реальность Постойна На лжи И ошибке И ее Надо Исправить Это Всевышний Задал Такую Задачу Как Полосу Препятствий Которую Надо Нужно Преодолеть И искупить И в этом Миссии Человека Так что Есть По крайней мере Три Главных Позиции Это Прежде всего Ну а Мысль Платона Метафизика Платона Она Является Альфой И Омегой Западной Мысли Так же Как Традиционалист Мысли Вообще В широком Смысле Так же И западной До сих Платона Почему Потому что Она основана На аналогии Тождестве На фундаментальном Тождестве Сущего Самому Себе И никакой Постмодерн От этого Не уйдет В то время Как религия Откровения Основана На абсолютном Не тождестве Творца Творения То есть На абсолютно Противоположной Платону Позиции Что же Касается Понятия Дискурс В именении Коран То во-первых Это не Постмодернистская Категория Потому что Главная книга Главная книга Декарта Так называется Ле дискурс Не помню как Ну короче говоря Дискурс Дискурс А Ле дискурс Ле метод Вот так называется Да Дискурс о методе Да Учение о методе Дискурс Дискурс В принципе Существует Как понятие В практике Современных Мусульман Мыслящих В том числе И салафитов И называется он Манхач Вот То есть Отнарч Нарч Манхач Да То есть Каким Манхаджем Ты пользуешься Это постоянно Такое вот Употребляемое слово Собственно говоря Его ближайший период Это дискурс Специфика дискурса В том Что он Внутренне Не противоречит То есть В отличии от Не дискурса Где Начало может быть Пробузено А конец Протяжку В Киеве Истинный дискурс Он от начала До конца Подразумевает Отсутствие Цезуры Отсутствие Сбоя Отсутствие Разрыва Может быть Этот разрыв Присутствует В такой Ну как бы Внешней Минималистской Логике Но Будет более Высокий уровень Логики Ну как допустим Науки логики Егеля Там есть Диалектическое Противоречие Которое является Более высоким Порядком логики Так вот Есть принципиальная Фундаментальная Непротиворечивость Корана Которая Составляет Его дискурс Если вы Читаете Допустим Некий Аэт То вы Можете Его понять Прибегая К расшифровке Через многие Другие Аэты И если вам Предлагают Некий Комментарий А вы видите Что этот Комментарий Входит В противоречие С другими Очевидными Положениями Корана То вы Говорите Нет Этот комментарий Не идет То есть Вы исходите Из презумпции Абсолютной Непротиворечивости Текста А те Кто хотят Те кто нам Говорят Что вот Например Есть Аэты Которые Даны Значит Вначале А потом Есть какие-то Отменяющие Те являются Исказителями Корана Коран абсолютно Не противоречив И даже Про алкоголь Обычно Приводят Что сначала Болтан Аэт о том Что немного Полезно А потом Что полное Запрещение Тут тоже Нет противоречия Потому что Запретить Можно и то Что немного Полезно По более Высоким Основаниям То есть Нет никакого Противоречия Что Полезность Минимальных Количеств Алкоголя Допускается Признается Как лекарство Но по более Высоким Соображениям Он запрещен В том числе И в малых Количествах Категорически Эти два момента Не противоречат А именно Это приводит В качестве Одного Там Значит Одного Аэта Который Отменяет Другой Нету Противоречия Поэтому Это дискурс Это дискурс Потому что Есть Коранический Метод Коранический Метод Текста Просто До последнего Времени Коран Воспринимался Практически Как Заклинание Как Мантра На свадьбах И на похоронах Старики Там Первичи Приходящие С котомкой Для Подачек Они Читали Коран Несчастным По погрязшим Водатах Советским Селянам И никто Не задавался Смыслом Коранического Текста Который Они Выучили Наизусть Но Сегодня Альхамдулилла Сегодня Это кончается И сегодня Коран изучается Массой Молодежи Во всем мире Сознательно Именно Как Непротиворечивый Текст Который Одновременно Там Сразу И В своем Разворачивании В своей Динамике Вглубь Меня зовут Альберт Почему Вы Предполагаете Что Божественное Откровение И почему Оно Дано В форме Текста В форме Книги Почему Оно Не оформлено Не может Быть Оформлено В другие Виды Первым Откровением Которое Адам Принес На землю Как Первый Пророк Аллаха Был Язык Многие Считают И думают Что С точки Зрения Теологии Одинобожия Адам Был Первый Человек И все Мы Потомки Адама То есть Он Приявился Из Эдема На землю С Евой Они Нашли Здесь Друг Друга И от Этой Пары Произошло Все Человечество Есть Даже Ученые Которые Нам Сылаясь На генетику Доказывают Эту Ерунду Но Это Полная Чушь Адам Называется Первым Пророком И он Первый Среди Шести Главных Пророков Единобожия Первым С которых Является Он Сам А последним Является Мухаммад Да Благословит Аллах Их Всех Так вот Мы читаем Коран И видим Что Когда Ангелы Возражали Что Всевышний Устанавливает Адама Халифа На земле Он Для того Чтобы Посрамить Ангелов Научает Его Имена То есть Открывает Ему Язык И потом Адам На его Вопросы Отвечает И приводит Эти имена А ангелы Их не знают И говорят Мы не знаем Господи Вот этот Язык Адам Приносит Как первое Откровение Это фундаментальное Откровение Кан Он приносит Его Безязык Ему Животному Человечеству Золотого века Которая Конечно Обладала Магическими Способностями Телепатией Многими Так сказать Свойствами И у них Не было Проблем Со средой Когда Адам Принес им Язык И они Узнали Язык Который они Постигли Именно благодаря Наличию Телепатических Способностей Потому что Тогда не было Сноварей И учебников И невозможно Было Соснуться Ни на что И кстати Дети Сохранив Отчасти Начатки Телепатических Способностей Именно так И понимают И усваивают Язык у своих Матерей До двух лет Так вот Когда они Усвоили язык У них Исчезла Магия Телепатия Кончился Золотой век И на них Во всей ярости Обрушились Дожди Зной Крад Снег И прочее И прочее И вот тогда-то Часть маленькая Человечества Тогдашнего Ушла с Адамом Как его община А большая часть Которую Тем не менее Перевели на язык В режим языка Создала Общество Которым Стали руководить Те Кто Говорили И они действительно Это могли Мы помним Как было При золотом веке Повинуйтесь нам И мы сумеем Вас вернуть туда В то состояние Из которого Адам вас Выбросил Эти люди Конечно Были Жрецами И они Создали Ту самую Традицию Которая Управляют Людьми До сих пор Но которой Противостоит Традиция Пророков Традиция Адама Поэтому Когда вы Спрашиваете Про книгу Откровение Первое Было связано С языком И Суть Откровения Это слово Риса Масив Риса Али-Иссалам Называется Каламуллах Это логос Говоря по-гречески Или Калам по-арабски Это слово Джибриль Приносит Слово Слово Имеет Наиболее Серьезное Наиболее Глубокое Выражение В форме Книги Которая Является Аналогом Лавкуль Махфуз То есть Сокровенной Скрижали Которая Является Архетипом Всех книг И находится У Всевышнего Поэтому Когда у нас Открывается Через Принятие Языка Точка Я Свидетельствующего Я Точка Сознания Между Рухаль Кудос Который Приносит Нам Весть От Всевышнего И этой Точке Сознания Которая Является Напоминанием Арухулла Вложенного Вадами Устанавливается Световой Мост В виде Этой Книги Которая Приходит К нам Эта Книга Является Знамением От Аллаха Это то Что мы Знаем О нем Потому что Мы о нем Ничего не Знаем Кроме Этого Другого Знания У нас Нет Потому что Всевышний За пределами Нашего Опыта Он Вообще Вне Контекста Опыта Мысли Созерцания И так далее Только Вот в этом Откровении Мы знаем о нем Только то Что здесь сказано Поэтому Для нас Эта книга И то Что мы можем Представить И помыслить Об Аллахе Они совпадают Они Практически Реально Для нас Совпадают Поэтому Это именно Книга Потому что Книга Это оптимальная Реализация Языка Как первые Формы Откровения Как имена Та модель Творчества Вещей Которая состоит В том Что вещи Создаются Как концепты И имена И начинают Существовать В тот момент Когда Всевышний Указывает На них Адаму И сообщает Ему О них Знания И их Ключевые Названия Вот От этого Движения Слов От этого Движения Имен Мы переходим К книге Которая Является Законченным Неразбавляемым Недополняемым Безусловным Присутствием Противостоящим Всему хаосу Который Царит Вокруг Нее Будьте любезны Пожалуйста Вот Свистую Такое Распространенное Мнение Мысль Офравленная Потому что Ислам Это Тоталитарная Идеология С элементами Религии Будьте любезны Ваши Ну О комментарии Или мнение Об этом Повторяйте Дарья Спасибо Ну Тоталитарная Идеология С элементами Религии Это просто Набор слов Понимаете Есть промывка Мозгов Есть Некие Штампы Я Не очень Понимаю Что такое Тоталитарная Идеология Я знаю Что такое Тоталитаризм Он Был В советское Время И то Собственно Говоря Он был Ну На самом Деле Такой Не очень Крутой Уже При мне Я-то Сталина Застал Еще До Школы То есть Он умер В 53-м Когда мне Было 6 лет Вот Говорят Что Тогда был Настоящий Тоталитаризм Когда Четвертый Четвертая Глава Краткого Курса Была Источником Всех Знаний Обо Всем Но Я Это Уже Не застал На самом деле По большому Счету Ну Что Значит Тоталитарная Идеология Марксизм Это Тоталитарная Идеология Сколько Версий Марксизма Существует Есть Троцкизм Есть Марксизм Ленинизм На базе Марксизма Создали Там Массу Вариантов Это Тоталитарная Идеология Фашизм Тоталитарная Идеология Есть Муссобини Есть Франко Есть Салазар В Португалии Ну Исторический Они все разные. Я не знаю, что такое интеллектарная идеология с элементами религии. Для меня религия, я не мыслю этим термином западным, для меня есть дин. Дин. А дин это арабское слово, которое означает закон, образ жизни, принцип, то есть всеохватывающее начало, которое является альтернативой несправедливости. С одной стороны динь, с другой стороны несправедливость. Динь включает в себя способ работы банков, способ расчета с работником, которого ты нанимаешь, способом отношений с женой и с другом. Это все динь. Способом, допустим, защиты своей земли, своего имущества, это все динь. А что такое религия? Ну, не знаю, наверное, у каких-нибудь католических монахов надо спрашивать. Я исключаю для себя вот такие термины. Спасибо. Александр Гельвих. Я хотел бы задать вопрос. В самом начале своей лекции или выступления, не знаю, как это правильно обозначить, вы говорили о отчуждении личности в пользу общества, как о фундаментальной антологической проблеме. Но в каком смысле умма не является обществом в данном случае? И не является ли отчуждением личности в пользу интересов уммы, в пользу ее политических, геополитических и так далее интересов, тем же искажением вот этого методологического индивидуализма, из которого вы, если я правильно понимаю, исходите? Это первый вопрос. И второй вопрос. Альтернативой политическому исламу, политическое православие, так называемое, в каком-то смысле является, по-вашему, или союзником? Каково взаимоотношение между этими двумя явлениями? Спасибо. Тоже очень хорошие, очень грамотные вопросы. Спасибо. Это фундаментальная тема, потому что я вот про ГОС упомянул, но это очень важная тема. Значит, что когда Адам принес откровение язык первым людям, то большинство образовало общество, а меньшинство ушло с Адамом, образовало общину. Это два полюса. Они фундаментально противоположные. И, конечно, в русском языке у них общий корень. Община и общество. Но по-английски, например, можно было бы сказать, с одной стороны, society, с другой стороны, community. И это уже более близко, уже более ясно, о чем идет речь. С одной стороны, просто верующих. А с другой стороны, система, в которой нет верующих. А есть конгломерат, который, в принципе, предшествует каждой личной душе, каждому индивидууму. Это слияние теней. Что такое братство верующих? Это братство людей, которые сведены вместе со знанием своей смертности и которые стоят на платформе обретения смысла вопреки и за пределами своей тленности и своей смертности. Что такое общество? Общество считает себя бессмертным за счет того, что оно пожирает бесчисленные, как вот моль, пылинки этих людей, которые строили пирамиды, потом строили там какой-нибудь Волгодонской канал. Скоро их мириадов ушли ко с тьми. И вместо них постоянно существует этот монстр, этот левиафан. Вот огромная разница. Потом, каждый, кто ушел в общину, он является носителем личной ответственности. Он связан с личной верой. Это не тоталитарная секта. А это на самом деле понимание того, что ты непрерывно переживаешь присутствие нетождественного ничему, которое рядом с тобой внутри себя. Потому что Аллах не подобен ничему. Ты не можешь его знать. Он вне опыта. И вместе с тем ты знаешь, что нет ничего важнее, ничего безусловнее и ничего вездесущее. Это парадокс. Это парадокс, который был еще открыт и утвержден нашим праотцем Авраамом. Когда он отказался поклоняться звезде, ветру, луне, потому что они являются проявленными. Он обратился к тому, чего нет. И сказал, что то, чего нет, то, о чем я не знаю, это и будет моим Господом. И я убью своего первенца ради него. Здесь огромная разница. С одной стороны Молох, с другой стороны путь к абсолютной свободе. Потому что перед перспективой того, вокруг чего существует братство верующих, исчезают и уничтожаются все императивы, все приказы. И потом, с точки зрения власти, Коран говорит, Всевышний говорит в Коране, мы установили во всех селениях правителей преступниками, чтобы они интриговали во имя своей власти, но они интригуют против самих себя. Однако пока они этого не знают. Правители преступники, а кому же подчиняться? Подчиняйтесь Аллаху, Его посланнику и тем из вас самих, кто обладает Амр. А что такое Амр? Амр – это приказ, который переходит в дело. Это воля, которая становится проектом, согласная воле Всевышнего, которая рождается из исламского импульса. Вот тем носителям Амра, которые имеют его в вашем джимаате, они становятся естественными лидерами, им подчиняются. То есть это закон прямой демократии. Прямой демократии людей, способных защитить себя. Поэтому это не имеет никакого отношения к отчуждению. Наоборот, это возврат того, что было у тебя украдено, и украдено у твоих родителей, и у бесчисленных поколений твоих предков, возврат этого себе. Теперь ваш вопрос был насчет политического православия. Здесь есть такой момент. Вы же не можете быть православным вне церкви. То есть православный должен быть воцерковленный. А воцерковленный, значит, имеет духовника. Духовник – значит, хозяин его души и мысли. А беспоповцы, конечно. А беспоповцы – это старообрядцы, это уже другое измерение. Старообрядцы, конечно, там с ними и разговор другой. Вы, когда говорите о православии, то обычно под этим принято понимать неконьянство. А если мы говорим о старообрядчестве, только не о ненаверцах. Не о ненаверчестве, а именно беспоповцы. Да, конечно. Это самые крутые революционеры, естественно. Вопросы политические, а мы не будем их обсуждать. Вы же политический ислам. Политический ислам, но из Борисборска же клубками не имеет отношения. Если у вас есть мудрость, то вы должны были одновременно ответить. А может, вы провокатор. Нет, я же не могу. Вы можете не бывать провокаторами. Вы, может быть, провокатор, когда говорите, что вы не отвечаете на вопрос. Я вас не провоцирую, а вы меня провоцируете. Да нет, я законный вопрос задал, потому что... Я не буду отвечать на вопрос про путинизм. Ну, это оттуда и мудрость. Паша. Считается так. Я не задерживаю политическому, даже исламу, который вы исповедуете. Считается так. Хорошо. Добрый вечер. Я прослушал часть вашей лекции. Вы упомянули в ней то, что интернет является такой постмодернистской девальщиной, и он является ей полностью. А вам не кажется, что в интернете, как в неком информационном пространстве, все-таки есть разные, во-первых, разные совершенно дискурсы? Это раз, а во-вторых, например, вот вы или ваш бывший коллега по черному ордену СС Александр Георгиевич Дугин тоже активно распространяется при помощи интернета. И вы как-то тоже являетесь таким образом частью этого дьявольского дискурса постмодернистского. Я хочу напомнить, что я сказал о интернете как в проекте, задуманном властью. Но, конечно же, естественно, что интернет это колоссальный удар по тайной грамоте, потому что в целом интернет как феномен для огромного большинства людей является растворителем, который размывает их сознание, их волю и способность сосредоточиться и понять, что бы то ни было. Но, конечно, внутри интернета существуют островки, существуют сайты, существуют различные сообщества, которые используют мир же диалектичен, понимаете? Как вот в боевых искусствах в Айкидо, например, движение противника, удар, который он тебе наносит, можно его взять, подхватить, продолжить, и он превратится в поражение того, кто этот удар наносит. То есть мир гибок, диалектичен, нет таких вот однозначных вещей. В целом интернет это, конечно, колоссальная программа по нейтрализации артикулированных людей, которые могли бы в противном случае представлять собой некие реальные игрушки, некие реальные, так сказать, группы, сидящие, пусть даже на кухне, и обсуждающие Солженицына. С явлением интернета обсуждение Солженицына на кухне становится, мягко говоря, смешноватым. И сам Солженицын уже вряд ли появится, будет плавать в интернете, и мало кто его будет читать. Но, тем не менее, люди, которые находят в себе достаточно воли и веса, делают свое дело, они пользуются интернетом. Да, такие островки есть. Есть исламские сайты, разные есть сайты, леворадикальные всякие сайты. В этом отношении хорошо отличаются, например, если говорить не об исламском поле, испаноязычные. Я знаю, как минимум, несколько, вот, четыре сайта, которые являются очень серьезным подспорьем и не впадают в обычную, ну, так сказать, штампованную догматичную заидеологизированность. Похина Трансферсаль, например, тоже очень интересный вот испаноязычный сайт. Есть, но это островки и искорки в ночи. Да. Добрый вечер, Елена. Вот один из таких островков подсказывает, что когда-то в далеком 99-м году вы сказали, что мусульманам нужна идеология, которая объединит суннитов, шиитов, ваххабитов и других. Вот я бы хотела уточнить по поводу ваххабитов. Все мы знаем, что достаточно сложный весьма лакар, который включает в себя такое западное влияние. Мы вообще держимся, спасибо, ехали с мами. Западное влияние – это миф, потому что, во-первых, концепция того, что все придумали в ЦРУ, в Англии, так сказать, профинансировали по указке ЦРУ саудовцы, это просто система пиаровского, черного пиаровского опускания. Вот. На самом деле, Запад в ужасе от всего этого, и, конечно же, он не может всем этим манипулировать. Просто если вы говорите о каких-то пересечениях интересов, да, это всегда было. Если где-то начинается большое дело, заваривается каша, то там, как мухи, вьются спецслужбы всех стран. Большевики, когда начинали свое дело, там сразу появился немецкий генеральный штаб. Означает ли это, что Ленин был немецким шпионом? Это могут говорить только тяжелые идиоты. Нет, Ленин прекрасно использовал немецкий генеральный штаб. В результате этого использования генеральный штаб перестал существовать вместе с Германией в 1918 году. А Советская Россия выиграла в Антанте. Ну, это как бы маленький пример. То есть, можно сказать, что всегда, когда что-то есть, к этому начинают слетаться, как мухи наберут, разные структуры. Вот. И, естественно, пытаться там вложиться, получить какой-то дивиденд и так далее. Но ваххабиты – это просто те мусульмане, которые, может быть, несколько прямолинейны. Они сейчас, кстати говоря, сошли в основном на нет. Их заменили салафиты, гораздо более сложные, организованные явления. Они пытались, по крайней мере, в рамках постсоветского пространства, очистить ислам от адатов, от пережитков, от мистицизма, от народных суфьев, бродячих стариков с хурджинами, которые приходили, так сказать, на каждое мероприятие и пудрили мозги доверчивым советским селянам. Вот. Освободить от всего этого и вернуть чистому исламу. Но они в этом отношении страдали буквализмом. То есть, поскольку у них не было махаджа, у них не было метода, дискурса, они думали, что буквальное понимание коронического текста – это ответ на вызовы вот этого вот народных нововведений. Ведь вы знаете, что люди очень плохо понимают то пространство, в котором они живут. Они думают, что их адаты существуют тысячи лет. А вот я, например, занимаясь вопросом, сталкивался с тем, что у кавказских народов есть адаты, которые появились в 30-е годы, перед Второй мировой войной. А они не помнят этого, они думают, что это их прадеды и прапрадеды на этом стояли. Они уже забыли это. Они забыли, допустим, что те, кто давали вирды, основоположники, скажем, виртов, это люди, фотографии которых можно найти. То есть, это конец 19-го века. Это те, которые появились после Большой Кавказской войны, которые организовали вот это вот тариканское пространство Кавказа. То есть, на самом деле, люди живут в иллюзорном мире. А они думают, что вот мы, тысячелетняя, допустим, этническая обществ, вот у нас есть устои. А эти устои сфабрикованы, допустим, НКВД или царской охраной. На самом деле, я серьезно говорю, это факт. И на самом деле, вот борьба тех, кого мы называем ваххабитами, с тем, чтобы содрать коросту этих адатов, это была героическая и мужественная, хотя во многих аспектах, может быть, наивная борьба. Но сегодня, я думаю, что апелляция к ним и вообще разговор о них, может быть, немножко усталил уже. Меня зовут Андрей. Был такое государство, арабский хаефат. Был такое государство, османская империя. В этих государствах жили полка раны. Не в XIII веке, не в начале XX века интернета не было. И вряд ли в этих государствах жили, как вы говорите, с матрицей внутри. Может быть, все-таки... С матрицы, вы про матрицы говорите. Может быть, все-таки стоит разделять политику и религию и не выставлять Коран как нацият, главарь от Кейса. Но я, кстати, вас не очень понял, потому что дискурса не получилась. Получилась некая цезура. Арабский халифат, во-первых, был не один. Было самиянский халифат, было басидский халифат. Они, кстати, были враждебны по духу друг к другу. Был еще, так сказать, халифат Фатимидов. И действительно, был османский, кстати говоря, тоже халифат. Но вопрос-то в том, что эти халифаты не были праведными халифатами. Было четыре праведных халифа. И после 30 лет их правления, исламский мир на протяжении последующих веков вступил в ту зону, когда его политическая и социальная организация, прямо скажем, не соответствовала тому стандарту, тому фундаментальному образу идеальному, который был заложен в Медине, пророком Сааллаху Алиеву Ассалям, который оставил нам пример идеальной структуры, идеальных взаимоотношений, общины, братьев, друг с другом и так далее. Ну и праведные халифы, они потому и называются праведными, что они следовали, первые четыре халифа этому. А халифаты, которые последовали потом, это... Я не думаю, что сегодня те, кто мечтают о халифате, хотели бы вернуться в османский халифат, который назывался больным человеком Европы. И который в 19 веке был разменной картой в играх великих держав России, Пруссии, там, Германии, Великобритании и Франции, да? Не думаю, что это было бы интересно для мусульман снова оказаться в формате порты. Я напомню, что постоянно шли восстания в этих халифатах. Например, бахдистское движение в Судане, когда халиф Абдулла, он сказал, что у ислама два врага. Это королева Виктория, английская королева, и это турецкий султан, которого он поставил рядом на одну плоскость, на одну площадку. Государственный ислам высокой порты Османской империи, он поныне вызывает у многих содрогание. У тех, кто помнит, там, ну, просто не историческая память, она же дольше, чем несколько поколений, да? И не случайно арабы перешли на сторону Антанты во время Первой мировой войны, потому что для них было то, чем стало порта с XVIII века, было невыносимо. Государственный ислам – это изобретение турок, которое переняла Екатерина Великая, введя Оренбургское духовное управление. Она очень много заинствовала у Османской империи. Это неприемлемая вещь. И Ардагар, может быть, не сразу понял, сейчас, может быть, он начинает понимать, он не сразу понял, что его нео-османский проект вызывает, скорее, ужас у окружающих народов, чем желание в него интегрироваться, потому что он никому не нужен, да? Но сегодня, вроде бы, там начинаются какие-то более глубокие интересные движения в турецком руководстве. Но когда вы говорите про эти халифаты, там ведь сказано «Подчиняйтесь Аллаху», «Подчиняйтесь Посланнику» и тем из вас, кто обладает Амрамом, а тем из вас, султаны, амиры, халифы, это же не те, кто из нас, это же не джаманские люди, это же не наши братья. И они не обладают Амрамом, потому что у них нет никакого проекта, кроме личной власти. Они те самые правители Акадыру, как в Коране сказано, которые интригуют двоими свою власть. Поэтому это на самом деле разрыв с ислам. Они только прикрывались Кораном, и против них постоянно шли восстания снизу. Потому что мусульмане никогда не успокоятся и не примирятся с ложью. Извините, еще последний вопрос. Исламская литература имеет право вообще на существование? Как вы оцените? Как билетристика, в смысле? В частности, это просто как работа со словом. Но вообще их исламская литература насчитывает примерно, если говорить именно об исламской литературе, как историческом классическом корпусе. Примерно 100 тысяч названий. Туда входят труды по медицине, по географии, от Ибн-Баттуты до, допустим, Ружда, там труды по астономии и так далее. Вот если взять суммарно то, что известно, а очень много погибло, очень много было недоступно исследователям. Например, вот мне известно, что Мараши, будущая Этала Мараши, родившись в Ираке, он был в 20-е годы студентом медресе. Он видел, как в оккупированном англичанами Ираке англичане скупают урокопись арабским. Жадно скупают, вывозят национальное достояние. Он работал на разгрузке вагонов, начальник участвовал в Ираке, чтобы покупать эти книги и спасать их от рук английских оккупантов. Потом он вывез эти книги, он основу положил в Куме, основу библиотеки Копской. Сейчас там более 30 тысяч названий. Колоссальный музей книги, лаборатория по восстановлению рукописей. Гигантские запасы книг уникальных. Находятся в Питере, в Салдыковке, в библиотеке Салдыкова-Щедрина. Никто ими не занимается. Это гигантские запасы. Но грубо, по самому минималистскому консервативному определению, есть 100 тысяч трудов, которые существуют именно на арабском языке. На арабском языке, посвященном философии, астрономии, медицине, математике и так далее. Что касается художественной литературы, то сама художественная литература это недавно возникшее явление. Вообще, если честно, то, допустим, есть в 18 веке какие-то обращивания художественной литературы, «Хромой бес», «Лесажа» или переписка романов в письмах, типа «Опасные связи». По-настоящему художественная литература возникла в 19 веке. Это совершенно новодел. Это новое явление, оно связано с модерном и с тем, что люди на Западе стали иметь огромный интерес к своим психологическим переживаниям, эмоциям и так далее. Этому был посвящен психологический роман. Это особое западное явление, которому можно подражать, можно не подражать. Вообще, в принципе, современный человек вряд ли будет читать психологические романы типа «Бальзака» и так далее, просто потому, что менталитет нынешних людей для него уже это как бы в силу фундаментальных изменений, произошедших в психологии современных поколений, литература 19 века может обсуждаться только специалистами. Она не может быть массовым явлением. И поэтому я не думаю, что художественная литература в западном понимании может привиться или как-то вот расцвести буйным цветом в исламском мире. Но то, что всегда писалось и будет писаться много книг, это да. Эти книги вернули в принципе очень многие научные дисциплины к самому Западу, которая, как известно, в 4 веке в Риме была создана паровая машина, а в 7 веке на Авинтинском холме уже ходили гуси. И там длитель с Клоростиной, которыми их пасли, они даже не подозревали об императоре Трояне. Так вот, то, что Европа сейчас знает о том, что она Европу и помнит о своем прошлом, этому она обязана этим мусульманам. Добрый вечер, Саша. Скажите, пожалуйста, термин религия, вам ближе термин Дин. Дин. Аналог совести? Дин – это ближайшее значение закону, потому что Ялун Дин – это день суда. Ялун Дин – это когда все воскреснут и явятся на суд. Вот. А называется не страшный суд, как в русской христианской традиции называется Ялун Дин – Дин Дина, то есть день суда, день закона. Вот. Поэтому вот в этом смысле надо понимать. Конечно, более широко, чем просто вот закон. Это все стороны жизни. Реально. Конституция. Аналог совести? Совесть – это очень счастье. Ну, совесть – это этический аспект, когда вы чувствуете, совершаете ли вы дурное или доброе. Понимаете, вот там, допустим, обманываете старушку и у вас совесть говорит. А тут все-таки глобальная вещь. Спасибо. Все, тогда спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.